Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Теда Лассо, у нас стартует наш третий сезон. Мы в прошлой серии смогли выиграть Евро со сборной Бельгии, это был так скажем промежуточный турнир между вторым и третьим сезоном. И наш новый клуб друзья, это чемпионат Италии и это Милан, очень многие ребята на канале хотели увидеть карьеру именно за этот клуб, когда я увидел предложение именно от Милана, я подумал что это будет интересное развитие и продолжение нашей карьеры, да и состав здесь довольно интересный, интересный чемпионат и я думаю здесь будет даже не так легко как было с Атлетикой Мадрид и Вестхэмом. Есть еще одна приятная новость, это то что в нашу команду пришли два игрока из Атлетика Мадрид, это Дибуа и Караско. За счет хороших связей у Теда Лассо он смог урвать этих футболистов буквально чуть ли не за бесплатно и я не буду раскрывать всех тонкостей происходящих сделок, но ребята эти футболисты можно сказать пришли вместе с тренером. Многие хотели их увидеть в команде и я подумал что будет правильно если мы сможем их с собой забрать, у нас есть еще 119 миллионов на трансферном бюджете и судя по составу нам ребята нужно будет усиливать линию обороны и главное это конечно же центральный защитник скорее всего даже наверное левый, левоногий, ну и нужно будет смотреть на правого флангового защитника. Давайте взглянем вообще на состав в целом, кто у нас здесь есть, Кетт Лары на острие атаки, Ляу до сих пор еще находится в Милане, Дибуа и Караско два наших новичка-старичка будем так говорить, Канали и побега в центре поля. Альфонсо Дэвис с рейтингом 88 сейчас находится в этом клубе, Туниес, Калюлю, Флоренции это линия обороны и Миньян это вратарь, также у нас есть Иглесия, Сребич, Мальдини, Эдвард, Гирейра, Андрич, Адли, ну и еще есть например Чао ребята, но все остальные ребята уже с таким низким рейтингом. Родригес вот на ЦОПе 82 тоже неплох, Диво Кариги 77, Эспина 78, ну в общем это те ребята, которых наверное мы не часто будем задействовать, не в общей сложности как мы понимаем футболистов много, но не все они так скажем подходят под стартовый состав. Ну и конечно Флоренцо, ему по-моему уже 33 года, если я не ошибаюсь и нужно, нужно будет конечно его менять, у нас есть Гирейра 82, но он левый защитник, либо его перестраивать, хотя это будет очень долго и он больше у нас видите ЛЗЛП. Дэвис может ли сыграть? Нет, он тоже ЛЗЛП и перестраивать их сейчас это будет очень долго, поэтому легче будет наверное приобрести правого защитника. Давайте также взглянем на задачи, которые ставит нам руководство, достигнуть 5 побед в кубковых матчах, достигнуть также ребята победы в Лиге Чемпионов, победа в чемпионате. Нужно подписать двух защитников из молодежной академии, я уже отправил скаута на поиск именно молодых ребят, также нам нужно увеличить стоимость клуба на 30% за счет продажи игроков и получения призовых, ну и собственно также нужно еще заменить трех футболистов в нашем составе. Странно, что Дибуай и Караско не зачлись как замена игроков в старт. Нам уже приходили несколько предложений по нашим игрокам, например Севилья хотела заплатить 120 миллионов за Лиау, но я думаю этот парень будет одним из главных лидеров в этом сезоне. Миньяна хотели также купить, но рыночная стоимость у него больше чем предлагал Леон. Калюлю интересуются многие клубы. Альфонсо Дэвис хотел купить Манчестер и Юнатид за 123 миллиона, ну и по Флоренце приходят какие-то предложения, но пока ребят его мы точно продавать не будем, у нас нет просто альтернативы на правом фланге. Что касается игроков в списке, добавил я сюда также Лукаса Пакета, Бастони и Корею. Эти парни у нас были, так скажем, лидирующими игроками, ну Корея очень здорово на замену выходил, а Бастони и Пакета были, можно сказать, цементом в стартовом составе. А что касается центральных защитников, то я добавил сюда еще Лукаса Эрнандеса, который сейчас находится в мадридском реале. Но у него, видите, у него талант, это, так скажем, склонность к травмам, плюс ему уже 28, и уровень защиты средний. А вот, например, Габриэль, который в свое время выступал в Арсенале, сейчас в нашей карьере находится в ПСЖ. У него 26 лет рост повыше, чем у Эрнандеса, и уровень защиты высокий. Плюс его, в принципе, можно попробовать подписать в районе 70 миллионов, что для нас тоже здорово, поэтому давайте попробуем. Вы также, друзья, в комментариях предлагайте своих футболистов, которых вы хотели бы увидеть в нашей команде. Если будут деньги и возможности, возможно, кого-то из них мы как раз и сможем приобрести. Но сейчас все-таки делаем упор, конечно, на защитника, и также, наверное, ребята, на правого защитника нужно будет смотреть. Итак, давайте предложим цену трансфера. Ну, начнем, как я и думал, наверное, с 70 миллионов. Давайте 69. Нам все-таки писали, что можно за эти деньги попробовать купить. Я очень надеюсь. Они хотят 72 200 и 5% от будущей перепродажи. Так, новая цена трансфера. Ну, давайте, если 5% вы хотите, давайте тогда 69 200. И, я думаю, можно по рукам договориться. Да, отлично. Это их устраивает. Подготавливаем документы. Теперь осталось договориться только с Габриэлем. У Габриэля зарплата 115 тысяч была в ПСЖ. Посмотрим сейчас, на каких условиях он со своим агентом захочет присоединиться к нашей команде. Защитник хороший. Я помню его по карьере за Арсенал. Плюс ему добавили геймфейс, что тоже приятно. Ну, конечно же, как ключевого игрока мы с вами берем. Все-таки рейтинг 85. Защитник в 26 лет. Это отлично. Они хотят контракт на 4 года. Мы это тоже все принимаем. Отступные. Ни нам, ни им они не нужны. Ну, а дальше давайте смотреть. Зарплата. Давайте сделаем ему тогда, ну, 110 и подписной бонус. Давайте дадим 400 тысяч. Согласятся они на такие условия? Достойное предложение. Моего клиента это устраивает. Отлично, ребят. Никаких бонусов. Ничего. Просто вот так вот отслюнявили им 400 тысяч за подписание. И добро пожаловать в команду. Ну, и вот Габриэль в стильном костюмчике. Его встречает Дебуа и Тед Лассо. Ну, а также помощница Теда Лассо. Как я понимаю, это как раз тренер по спортивным нормативам. Вот и галкипер наш пришел здесь познакомиться с товарищем. 29 номер. Дали Габриэлю. Нужно будет посмотреть вообще, что у нас там по номерам. Да, в принципе, 29 тоже неплохо. Красуется Габриэль перед камерами. Вот он наш. Новичок в оборону. Надеюсь, что он зайдет как надо. 69 миллионов 200 тысяч. Посмотрим, какой ранг нам дали. Но я надеюсь, что ранга, да, все-таки урвать такого защитника за такую сумму. Это действительно прекрасная сделка. Ну, и по старинке, друзья, в межсезонье у нас предсезонный турнир. Как раз-таки мы можем сейчас посмотреть вообще, на что способна наша команда. Как складывается игра и как парни взаимодействуют на поле. Все-таки есть три новичка в клубе. И первый наш соперник в предсезонном турнире это Ньюкасл. У них Исак, нас три атаки, Сен Максимин. Давайте сейчас только быстренько им форму поменяем. Пускай сыграют в своей домашней. Хотя вот у них есть белая дополнительная. Пускай сыграют в ней. И вы, ребята, поддержите эту карьерку своим лайком. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, а также не забывайте залетать в нашу телегу. Там у нас анонсы выхода серии. А также новости. Ну, и заглядывайте на мой второй канал. Его название Фандом Лига. И там у нас прохождение сюжетных игр. Все ссылочки в закрепленном комментарии. И мы отправляемся на первую игру. Что касается, друзья, тактики нашего состава. Сразу скажу. Немножко я изменил там что-то. Я сделал больше ее все-таки на баланс. Чтобы наша команда не разбредалась по полю. Не неслась сломя голову при потере мяча куда-то в отборы. Все аккуратно, на коротком пассе. Никаких особых там жесткостей в перехватах. Ничего этого нет, ребят. Просто и аккуратная игра. Такая же, которую мы выстраивали в Атлетико Мадрид. Как она получится? Что из этого всего выйдет? Сейчас мы с вами узнаем. Конечно, новый клуб. Это всегда интересно. Тем более, когда есть довольно много игроков, с которыми я ни разу еще не встречался. Я имею в виду в плане игры. Дибуа неплохо. Передача на Караско. Можно простреливать на дальнюю. Немного мяч не дошел. Кляо. Отпустил соперника. Ой-ой-ой. Мяч вкатился, ребята. Исак все-таки продавливает. Шестая минута. Или какая-то тринадцатая. Тринадцатая минута. Исак просто подставляет ножку, по-моему, и от нее. Мяч заскакивает в ворота. Ну, посмотрим, как все это было. А почему Исак-то? От Альфонсо Дэвиса мяч заскочил в ворота. Ну да, да. Здесь Сен Максимин пытался продавить. В итоге это автогол Альфонсо Дэвиса. И праздновал Исак, потому что он, можно сказать, последним боролся за этот мяч. Какая передача сейчас за спину. Но здесь Габриэль подстраховывает партнеров по обороне. И на Ляу в центр. А вот теперь бежать. Еще не лучшая форма, конечно. У команды Ляу залетает в штрафную. Ляу надо катить в центр. И спасает здесь защитник. Это Караска. Это была его первая возможность забить гол. Калюлю не попадает в створ. Обидно. У нас есть еще немножко времени в этом первом тайме. Кеттелларе видит здесь здорово. Ляу, Ляу. Можно играть в центр. Прошла передача. Ну, пенальти. Конечно, мяч там отскочил в руку защитнику. Такое чувство, как будто главный арбитр сегодня с подтяжками. А это у него просто такой рисунок на футболке. Но здесь повезло. Здесь мяч просто отскочил после выноса. И Дибуа подходит к 11-метровой отметке. Он берет разбег. Он бьет поворотом. И сравнивает счеты. Первый гол Дибуа за Милан. Это 1-1. Ну, вот каким сумбурным получился гол в наши ворота. Таким же сумбурным получился и в пенальти в ворота Ньюкасла. Но если мы вспомним. После Вестхэма, когда мы пришли в Атлетико Мадрид. У нас тоже были большущие проблемы. Мы пропускали кучу мячей. И никак игра не шла в атаке. Но потом улучшили сыгранность. И получилось. Получилось уже додавить соперника. Калюлю. До конца отборолся ли? Ау, есть еще немножко времени в первом тайме. Китлара здесь продавили. Альфонсо Дэвис. Отпустил соперника Дэвис. И в ближний расстреливают наши ворота. Но вот опять. Опять немножко не получается у защиты, конечно, накрывать. Я честно скажу, вот пока у нас у Китлара такого настроя нет, как у того же Исака. Но купить его у нас просто не получится. Посмотрите, как он здесь растолкал всю оборону. И как он с левой бахнул. В ближний левый угол. Нужно просто найти свою игру. Пока не особо получается это сделать. Альфонсо Дэвис. И никто не помогает. Никто не помогает. Дэвису. Лео. Передача в центр. Побега. Караско вот отсюда, с левой. Неплохо, неплохо Караско пробил. Ну же, Караско. Третий момент. Ребята, ну вот помните, когда мы взяли себе Лукаса Покетава, Атлетико Мадрид. Как он начал забивать. И вот точно так же Дибуа и Караско приходят в Милан. Не продолжают. Дело Теделасо. Классо, которое они начали в Атлетико Мадрид. Сейчас они принесли это в Милан. Будем надеяться, что эти парни в этом сезоне помогут команде. Дэвис. Классно. Усадил на пятую точку соперника. Передача на Лео. А вот сейчас можно навешивать. Подача есть. Караско. Ух, как же справился здесь здорово пол. Это Дибуа. Он крутит в дальний. Добит Лео. 3-1. 3-2. 3-2 Лео забивает. Но осталось, чтобы Кетелары начал забивать, ребята. Потому что вот из этого квартета атаки трое сегодня уже забили. У нас двойная замена. Вместо побега выходит Адли. А вместо Флоренца выходит Гирейра. Но будем смотреть. Будем смотреть, что ребята тоже могут. Вот все-таки это предсезонный турнир. Здесь нужно посмотреть на всех ребят, которые у нас есть. И вот сейчас здорово. Альфонсо Дэвис. Кетелары. Забить. Это был очень хороший момент. Но, к сожалению, у нас не получилось его реализовать. И вот здесь Кетелары здорово поддержал атаку. Нам бы вот такого же игрока на фланг, как Дэвис. Я имею ввиду на левый. Но, конечно, Дэвис-то стоит немало. Еще момент. И мы пропускаем. Не особо убедительно как-то действует сегодня наш галкипер. Не самый очевидный момент для взятия ворот. Но вратарь не справляется. И вот с такой гуще. Там, по-моему, небольшой рикошет от Калюлю был. Мяч чуть-чуть изменил направление. Это 3-3. Нью-Касл не сдается. Кто-то меня спрашивает постоянно, зачем предсезонные турниры. Но, ребят, когда такие жаркие матчи с интересными соперниками. Да какая разница, что это просто предсезонка. У нас еще тройная замена. Выходит Мальдини. Выходит Рэбич. А также выходит Эдвардс. Освежим мы сейчас еще нападение. Будем надеяться, что нам это поможет. Либо мы пропустим еще один. Передача в центр. Дальше. Дивуа. Ну же. 4-3, ребята. Вот и свежие силы нашей команды. Выводят Дивуа. На рандеву с голкипером. Как раз Мальдини выкатил аккуратную передачу. Ну, а Дивуа уже без обработки. Просто одним касанием переправил мяч в дальний угол. Это 4-3. Настоящая перестрелка в матче с Ньюкаслом. И играть еще пять минут. Хотя только-только Ньюкасл, мне кажется, мог забить. И был такой довольно опасный момент. Здесь Дэвис немножко ошибся. Но тут же сам исправляется и все. Победа. 4-3. С непростым соперником. Да, были проблемы поначалу у нас в игре в обороне. Но все же мы смогли додавить и выиграть. Поскольку со сборной Бельгии мы достигли хороших успехов. Нам предлагают продление контракта. Ну и я думаю, мы его примем. Почему нет? У нас чемпионат мира еще впереди. Там мы тоже должны принять участие. И будет интересно посмотреть, чего мы сможем достигнуть. Второй матч группового этапа. Игра против Ливеркузенского Байера. Здесь есть небольшие изменения в нашем составе. Сегодня выходит играть Мальдини с первых минут. Также Дивуа встает на 3 атаки. И вместо Альфонса Дэвиса у нас выходит Гирейра с первых минут. Состав Ливеркузенского Байера также на ваших экранах. Сапата сейчас там на острие атаки. И у них такая очень интересная схема. Эдегор у них. И очень высокие фланги. Как бы это им не аукнулось. Поехали. Напишите, ребята, в комментариях, если вы знаете хорошего правого защитника. Может быть не супер знаете известного. Но вы играли за него в Фифе. И вы знаете, что он... Ну по параметрам чем-то похож. Например, на Альфонса Дэвиса. Хороший бегунок с хорошим пасом, ударом. Понятное дело, что всякие Александры Арнольды есть. А вот и первый момент. Лиао здесь головой выигрывает мяч. Не получилось здесь держать соперника. Ну и со второй попытки Байер забивает. Вот такие команды, как Байер, как Нью-Кассел. Они в Фифе порой бывают опаснее, чем какие-то топ команды. Потому что ты не знаешь, на что они способны. И вот здесь, казалось бы, считался здесь навес. Но нет. Ну и вот обидно, что мяч так отскакивает. Вроде бы заблокировали. Но не тут-то было. И как раз-таки Сапата, про которого мы с вами говорили, перед этим матчем забивает первый гол. И Байер выходит вперед. И снова отскок в пользу соперника. И вынужден Тонали вот так вот просто на вынос играть, на отбой. Потому как здесь отскок получился очень хорошим. И выводил футболиста Байера просто один на один. Еще удар. Мяч летит выше. Флоренции. Очень тяжело, конечно, в его возрасте догнать соперника. Да ну серьезно, ребята, какие отскоки. И снова в ногу сопернику. Ну, я уже не удивлен. Еще момент. Еще рикошет. Держаться, держаться, ребята. Его удар поворотом накрывают. Флоренции. Пенальти. Флоренции зарабатывает 11-метровый для команды. Он четко навешивает на дальний угол. Но попадает в руку к ложеку. Ну и орбитер указывает снова на точку. Пока нам, ребята, везет вот на таких вот 11-метровых ударах. Но сейчас посмотрим, что получится уже из этого момента. Кепа сейчас на воротах. Разбег. Удар. 1-1. Мы возвращаемся в эту игру. И вот, возможно, сейчас все будет так же, как и в матче против Ньюкасла. Когда мы тоже сравнялись с пенальти, игра набрала какие-то невероятные обороты. Дебуа берет разбег. Бьет поворота. Нужно было еще, наверное, докручивать. У нас начинаются вторые 45 минут. Пока ничья 1-1. И, знаете, конечно, соперник-то создал побольше моментов. А у нас, ну, не самые очевидные пенальти. Ну, что это опять Флоренци просто отскакивает от соперника. Габриэль. Куча, куча рикошетов вот этих вот, которые легко достаются сопернику. Здорово. Хороший отбор. Побегаем. Набирает скорость. Хороший пас на Караско. А вот теперь выход 1-1. Караско нужно решать. Ну и Караско в таких моментах свой шанс не упустит. Нет, это, ребята, 2-1. И снова парни, пришедшие из Атетика Мадрид. Решают исход матчей новой команды. Давайте Альфонсо Дэвис выйдет вместо Герейра. Ну, а здесь аккуратно Караско катнул просто под дальнюю штангу. Канали. Еще момент. И еще гол. И снова Дебуа. Снова, ребята, Дебуа на 59-й минуте. И он делает дубль. Ну, такие пока какие-то, знаете, рандомные голы. Вот если взять гол Караско, да, там мы забили, проведя хорошую комбинацию. Ну, а вот здесь просто рикошет. Мяч взмывает воздух. И Дебуа, выигрывая вверх, посылает мяч в угол. Адли выходит вместо Мальдини. У нас еще двойная замена. Эдвардс вместо Караско и Андрич вместо Танали. Меняем мы двух футболистов. Немножко сейчас освежим игру. Ну и заодно посмотрим. Эдвардса мы видели немного в первом матче. Но, так скажем, ничем особо не запомнился. Андрич пока выходит в первый раз. И снова вот эти вот рикошеты прямо на ногу. Скидка под удар. Ну же, Дебуа. Хэт-трик. Хэт-трик Дебуа. У него такая вот лягушечка в праздновании. Ну и здесь разыграли красиво. Лиао делает финн. Тут же делает скрытую передачу. Выкатывает Дебуа под удар. И он уже соперника не прощает. Кепа не успевает дотянуться. Буквально микрокасание там какое-то было по мячу. Это 4-1. Ну и Дебуа, ребята, решает исход, конечно. 5 голов в двух играх. И снова Флоренция. Вот вроде не самый скоростной парень. Но при этом он довольно неплохо пару раз сыграл в отборе. Это Эдвардс. Можно подавать на дальнюю. На Лиао. Лиао. Надо было сразу бить. А он принимал мяч на грудь. И после этого решил еще попытаться пробить. Звучит финальный свисток. Это победа 4-1. Поначалу было очень много трудностей в этом матче. Но во втором тайме мы переломили исход игры в свою пользу. Но если мы посмотрим, то по моментам действительно игра получилась такой довольно боевой. 10-9 по ударам. По ожидаемым голам. 2-4. 2-8. Ну и Байер, конечно, немножко им не повезло в плане реализации момента. Ну и третья игра на этом турнире. Игра против Дортмундской Баруси. У них так же, как и у нас, 6 очков. 6 очков УМЮ. ПРБ Лейпцига. В общем, сейчас будет решаться, по всей видимости, тоже займет первое место. Мы на первом месте, поскольку мы забили больше всех. Давайте постараемся сейчас выиграть. У нас снова небольшие изменения. Сегодня Габриэль и Калюлю в центре обороны. Андрич выходит по Руктанали. Дибуа под Кетеларом. А также еще Рэбич у нас выходит вместо Ляу. Посмотрим на него. Погнали. Хорошая солнечная погода. Третий тур предсезонного турнира. Это встреча Италии против Германии. Это Милан против Дортмундской Баруси. Карим Адейми разводит мяч с центра поля. Ну и ребята, поехали. И какой гол забивает Адейми с разворота. Шестая минута. Мы снова пропускаем первыми. А Дортмундская Барусия повела. Я честно думал, что Адейми будет выдавать передачу. А он просто развернулся и слевой бахнул. Пока, честно скажу, вот вратарь немножко печалит. Так как вроде рейтинг неплохой. Но спасений практически нет. Удар по воротам от Дибуа. А вот здесь тоже спасения нет. И вратарь, мне кажется, просто потерялся в этом эпизоде в воротах. Посмотрите, когда летел мяч, он уже прикладывался головой к штанге. Может еще показать себя. Сбивают Дибуа, Флоренции. Не успевает к мячу. Это желтая карточка и это штрафной. Обхитрили Герейро. Вот здесь спас галкипер. Вот оно, хорошее спасение. Кет Ларе. Да что ж ты такой медлительный. Вот как и в сборной Бельгии. Ну же, Андрич! Вот и его гол. 32-я минута. Вот парень настоящий викинг. Прям ты смотришь на него. И чувствуется мощь. И здесь он также от души вложился. И мы уже выходим вперед. Караска ему скинул. Чем-то, кстати, гол Дибуа напоминает, что тоже вот так вот выкатили в сторонку. И он пробивает ближний. И голкипер Дортмундской Баруси не успевает. Опасно. Момент. Ну вот, наконец-таки, чуть-чуть поругал нашего вратаря. Как он тут же начал спасать команду. 36-я минута. Герейро. На фланге набирает скорость. Далековато мяч отпускает. И за это получает по ногам еще. И желтое. Сдают нервишки у футболистов. Дортмундской Баруси. И такое чувство, что мы в Лиге Чемпионов играем. Калюлю. Раскачил мимо. А вот здесь успевает. Успевает Адеми. Это 2-2. Концовка первого тайма. И очень классно, конечно, его вывели. И он успел пробить. Рэбич. Укрывает мяч корпусом. И полетел на ворота соперника Рэбич. С острого угла. Решил пробить. Но здесь голкипер не ошибся. Это Ларе. Передача на Дибуа. Тот видит забегание. Караска. Караска. Пасцентр. Ну же забить. Это Ларе наконец-таки. Наконец-таки этот парень проснулся. Это же он. По-моему, да, ребята. 90-й номер. Здесь он здорово ворвался в штрафную. Ну и вся атака получилась очень быстрой. Снова не поспевает голкипер Дортмунда. Бельгийская. Трион. Создает гол. И снова выводит Милан вперед. Ух ты. Адеми сейчас пытался выиграть вверх у голкипера. Альфонсо Дэвис. Снова получает по ногам. И это еще одна желтая карточка. Тонали. Здорово сминает соперника. Передача на Рэбича. Первый пас не получился. Сбивают Рэбича. Еще одно предупреждение. Оно второе. Сегодня Дортмундская Баруси, ребята, просто заигралась. Любую быструю атаку они пресекали вот такими вот грубыми нарушениями. Дебуа. И неужели пенальти? Ну все. Это, ребята, карма. За такую игру Дортмундской Баруси арбитр не только удаляет футболиста, но и здесь Зули. Мяч попадает в руку. Дебуа снова подходит к мячу. Берет разбег. И забивает. 83-я минута. 4-2. Еще одна передача Дортмундской Баруси в штрафную. Момент был опасный, но наши парни справились. Калюлю протаскивает мяч к центру. Звучит финальный свисток. Ну и по радости наших игроков, как я понимаю, предсезонный турнир мы выигрываем. Он был довольно интересным. Наш новый клуб меня тоже радует. Надеюсь, вам серия понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok